Здравствуйте! С вами программа «Митературный квартал». Известный российский телеведущий и режиссер Владимир Глазунов уже несколько лет выступает и в качестве чтеца современной поэзии. Причем делает он это так, как никто другой. Его называют одним из лучших чтецов современности. Виртуозно владея специальными выразительными средствами искусства художественного чтения, Владимир, как никто, способен передать всю палитру и глубину авторских переживаний, подобрать нужный код к самому, казалось бы, холодному и равнодушному сердцу. Его интонация, удивительный голос покоряют зрителей с первых минут, и эти ощущения не отпускают еще долгое время. В его репертуаре тысячи самых разных стихов самых разных авторов, известных и неизвестных. С чего же началась его любовь к поэзии? Мне кажется, поэзию я любил всегда. С самого раннего детства, начиная со школьной скамьи, уроки литературы были самыми любимыми уроками в школе. К доске ВД вызывали с завидной периодичностью, чтобы Глазунов вышел и что-нибудь почитал. Хотя особенно никогда не готовился, но подспудно знал, что у меня это получается. И недавно, гастролируя по стране, я заехал в северный городок Мирный, где прошло мое детство, где я учился в школе. И директор школы, она же учитель по литературе, Екатерина Леонидовна, говорит, я помню, как ты читал замечательно Расула Гамзатова стихотворение о маме. Я это забыл уже совершенно. А она это помнит, хотя через нее прошло уже такое количество учеников. Видимо, тогда что-то получалось. А надо, чтобы в каждом слове Бог. И надо, чтобы в каждой мысли свет. Тогда и солнце вовремя взойдет, тогда и злиться надобности нет. Бывает очень сложно воспринять чужие недостатки и грехи. Но стоит ли кого-то исправлять, когда от Бога сами далеки? Не научились верить и прощать. И сострадать мы можем не всегда. А Бог умеет чудом поощрять людей, в ком не исчезла доброта. В ком сохранились детские черты. Они в душе. Там искренность живет. И раз не исполняются мечты, то Бог еще от нас чего-то ждет. Возможно, нужно просто сделать шаг. Из сердца удалить вагон обид. И Бог подаст какой-то верный знак, что, к счастью, путь свободен и открыт. Я каюсь, что и сам себе во вред. Живу в плену уныний и тревог. А надо, чтобы в каждой мысли свет. И надо, чтобы в каждом слове Бог. Вообще, мне кажется, поэзия началась у меня вот с этой тетрадки. Старенькой-старенькой тетрадки отца. Я даже не знал о ее существовании до определенного времени. И впервые ее показываю, хотя давал уже огромное количество интервью. Впервые здесь у вас показываю на телеканале «Союз». Вот тогда, когда не было интернета, в 70-е годы отец записывал здесь полюбившиеся ему стихи, какие-то строки. Вот здесь есть такие наклеечки. Вот это вот все то, что невозможно сейчас, то, что сейчас, вернее, легко мы можем найти в интернете. Тогда все это собиралось бережно вот в такую тетрадь. Отца нет давным-давно, а вот эта тетрадь по-прежнему со мной. И я отсюда подпитываю какие-то поэтические, в том числе, строки, которые помогают мне и жить, и в то же время, как будто бы я веду с ним диалог и сегодня. Через те мысли, те фразы, которые ему казались важными. Быть может, те вещи, которые он хотел донести до сына. И вот это тоже поэтическая такая тетрадь, которая отчасти по наследству мне прививает вот эту любовь к поэзии. Ты даже не веришь, когда тебе 20, что могут болячки к тебе подобраться? Что может рука отказать или ноги? Они же так резво бегут по дороге. Когда тебе 30, глаза замечают, как мама и папа твои увядают. Но все еще кажется, все за горами. И с кем-то другим это будет. Не с нами. А в 40, хотя наплывает усталость, ты знаешь, но думать не хочешь про старость. Когда еще будет? Но время помчится. И вот 50 уж в окошко стучится. Чуть-чуть тяжелее задвигались мысли. Чуть-чуть ноет сердце, но бьется, не виснет. А детям по 30. Они замечают, как мама и папа у них увядают. Уже 60. Годы катятся с горки. И что было сладким, становится горьким. И 70 скоро. И ноги слабеют. А внукам по 20. Они вас жалеют, но только не верят, что с ними случится когда-то такое. А время страницы у книги судьбы. Все листает, листает. Ты только родился, а жизнь уже тает. К чему я? Чтоб помнить все так быстротечно. А жить по-людски надо, раз мы не вечны. Стихи, которые сейчас прочел Владимир, написаны современными поэтами. Недаром его называют пропагандистом современной русской поэзии. Какие же стихи выбирает мастер для прочтения с большой сцены? Прежде всего это должно задеть меня внутри. Мне кажется, если внутри тебя загорается какой-то огонь, если проходит какая-то эмоция, то вот это стихотворение, ты чувствуешь, что его нужно донести до зрителя в обязательном порядке. Если тебе удалось его прочувствовать, если потекли слезы, мурашки побежали по телу, или ты рассмеялся, то значит это вот тебя задело, зацепило. Мне каждый день присылают огромное количество стихов. С тех пор, как я стал публично читать стихи, с тех пор, как я отошел от своей, немного отошел от своей телевизионной деятельности, я понял, что могу выступать на сцене с большими поэтическими моноспектаклями. И как только это получилось, сразу же огромное количество стихотворения посыпалось в мой адрес от самых разных людей, проживающих на всей нашей большой территории. То есть вообще весь русскоязычный мир оказывается очень пишущий у нас сегодня. И огромное количество стихов присылают. Я, как правило, выбираю какие-то новые интересные стихи по форме, по содержанию, по стилю необычные. И вот тогда рождается такая моноспектаклевая история. И все, что понял я к сорока, что от страданий, увы, не сбежать, но можно в сердце носить облака, а можно солнце внутри воскрешать, что за падением следует взлет, за поражением победная дробь, что если плохо, то это пройдет, а наивысшая ценность — любовь. И разгоняя всю серость тоски, благодарю за наставший рассвет. Ты знаешь, трудности все пустяки, а слезы — к силе духовный билет. И все, что понял я к сорока, что не свое, не удержишь вовек. Но если чья-то душа мне близка, то значит Господом дан человек, что простота сердцу доброму — мед, а вот с гордыней живущей смешон, что если плохо, то это пройдет, и точно так же, когда хорошо. Одна из концертных программ Владимира Глазунова называется «Ностальгия по-настоящему». И рассказывая о ней в одном интервью, Владимир вспомнил такую историю. «Мой сын говорил в детстве, вкус не попадается. Вот так и сейчас. Мне кажется, вкус не попадается в отношениях людей. Мы куда-то спешим, друг друга не замечаем, становимся более корыстными, завистливыми. Нам не хватает какой-то чистоты и искренности в отношениях». Вот поэтому и ностальгия по настоящим жизненным ценностям. Самые теплые чувства у нас вызывают воспоминания о молодых родителях, о музыке, на которой мы выросли. Мы ностальгируем по времени, когда были молодыми и счастливыми. Ностальгируем по себе самому. Наверное, поэтому Владимиру близки поэты-шетидесятники, поскольку это была тема его программы «Рожденные в СССР». Ему всегда были интересны Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, Роберт Рождественский. Но особенно любимого, дорогого поэта выбрать очень сложно. Сложно выбрать любимого, дорогого и особенного поэта. Я говорю, что присылают очень много стихов. И вот вы вначале меня окрестили пропагандистом современной поэзии. Кто-то называет голосом современной поэзии, поскольку я озвучиваю огромное количество стихов современных авторов. А кто-то называет там золотым голосом поэзии, что мне, безусловно, лестно. Вот когда ты через себя пропускаешь такое количество стихов, то сложно остановиться на каком-то отдельно, конкретно любимом. Я очень люблю творчество Ирины Самариной «Лабиринт». Это современный автор, она живет в Украине, в Полтаве. А творчество Моники Котовой, творчество Галины Заренковой. Вот такие яркие современные авторы, я всегда их называю в интервью, для того, чтобы люди хотя бы познакомились, прогуглили, узнали о том, что есть современные, яркие, талантливые поэты. Но на сегодняшний день я абсолютно поглощен творчеством Эдуарда Осадова. Дело в том, что вот буквально сейчас я нахожусь на этапе подготовки большого поэтического моноспектакля, который будет называться «Осадов. Слепой поэт, который видел сердцем». И, конечно, штудирую огромное количество его литературы, его биографию, узнаю о каких-то нюансах жизни этого человека. Поэтому Эдуард Осадов – это то, чем сегодня пропитано, мне кажется, мое творчество в ближайшие месяцы будет, безусловно. На добрых и честных стихах Осадова выросло не одно поколение молодежи. Он писал о мире и о войне, о животных и о природе, о человеческой подлости и благородстве, вере и безверии. Но в первую очередь Эдуард Осадов писал стихи о любви. Диктуя другим людям свои строки, он был уверен, что только любовь способна удержать человека на самом краю, спасти и дать новую цель в жизни. Сегодня я с удовольствием вам прочитаю какое-нибудь, быть может, не самое известное стихотворение Эдуарда Осадова, для того, чтобы и вас немножечко подсадить, что называется на эту историю, осадовской поэзии. К нему было очень разное отношение, но это был, безусловно, самый популярный поэт в Советском Союзе. Самый популярный. Никого так не переписывали от руки. Я вам показывал уже тетрадку отца. Вот видите, сколько здесь переписано всего было от руки. Что-то попадалось, что-то нравилось, и тут же заносилось в тетрадь. Купить книги Осадова было по тем временам невозможно, хотя он издавался огромными тиражами, и, пожалуй, за всю свою писательскую, творческую жизнь вышло порядка трех-четырех миллионов экземпляров его книг. Но они расхватывались моментально с книжных полок, достать было невозможно, и поэтому переписывались от руки. Поэтому его цитировали, его передавали из уст в уста. А высокие поэты, шестидесятники, такие же, как он, быть может, не считали его за поэта себе подобного, поскольку он писал для народа, он писал для простых людей, он описывал какие-то бытовые истории. Но что в то же время в этих историях было столько глубины, столько чистоты, столько тепла, столько духовности, вот как мне кажется. Поэтому я считаю, что на данном этапе Асадов незаслуженно забыт, а его очень любили в 70-80-е годы, а сегодня он отошел немножечко на второй, на третий план. А этот год является годом столетия Эдуарда Асадова, и мне очень хочется именно к столетию подготовить такой большой поэтический моноспектакль, который будет пронизан исключительно его душераздирающей поэзией. Когда я слышу о дружбе твердой, о сердце мужественном и скромном, я представляю ни профиль гордый, ни парус бедствия в вихре шторма. Я просто вижу одно окошко, в узорах пыли или мороза, и рожеватого щуплого лёжку, парнишку-наладчика с красной розой. Дом-два по Зубовскому проезду стоял без лепок и пышных фасадов, и ради того, что студент Асадов в нём жил, управ дом не белил подъездов. Ну что же, студент, небольшая сошка. Тут бог же личный не ошибался. Но вот для тщедушного рыжего лёжки я бы, наверное, и постарался. Под самой крышей над всеми нами жил лётчик с нелёгкой судьбой своей и парализованными ногами, влюблённый в небо и голубей. Они ему были дороже хлеба, всего вероятнее потому, что были связными между ним и небом, и синь высоты приносили ему. А в доме напротив, окошко в окошко, меж тёткой и кучей рыбацких снастей, жил его друг. Конопатый лёжка, красневший при девушках душей, а те на розе народ языкастый, а кружат в столовке его порой. А лёжка, ты что ж ещё не женатый? Тот вспыхнет сразу, аллеи закаты и брякнет, боюсь ещё молодой. Шутки как шутки, и парень как парень. Пройди и не вспомнится никогда. И всё-таки, как я ему благодарен за что-то светлое навсегда. Каждое утро перед работой он к другу бежал на его этаж. Входил и шутя козырял пилоту. Лифт подан, пожалуйте, дышать на пляж. А лифта-то в доме как раз и не было. Вот этом и пряталась вся беда. Лишь бодрая юность по лестницам бегала, легко, как по нотам. Туда-сюда. А лётчику просто была б хана. Попробуй в сверик попасть к воротам. Но лифт объявился. Не бойтесь, вот он. Плечи Алёшкин. И спина. И бросьте дурацкие благодарности. И вздохи с неловкостью пополам. Дружбу не терпят сентиментальности. А вы вот спеша на работу, по крайности, лучше б не топали по цветам. Итак, лифт подан. И вот шагая медленно в утренней тишине, держась за перила, ступеньки считает. Одна, вторая, одна, вторая. Лёшка с товарищем на спине. Сто двадцать ступеней. Пять этажей. Это любому из нас понятно. Подобным маршрутам не раз, вероятно, вышли и с гостями, и без гостей. Когда же складью любого сорта, не больше пуда, и то лишь раз, случится подняться нам в дом подчас, мы чуть ли не мир посылаем к чёрту. А тут человек. А тут ежедневно. И в зной, и в холод. Пошли, держись. Сто двадцать трудных, как бой ступеней. Сто двадцать вверх и сто двадцать вниз. Вынесет друга. Усадит в сквере. Шутливо укутает потеплей. Из клетки вытащит голубей. Ну всё. Если что, присылай курьера. Курьер? Это кто-нибудь из ребят. Чуть что на фабрике объявляется. Алёша, махнач прилетел назад. Алёша, скорей. Гроза собирается. И тут всё знает и сам. Чутьём. Спасибо, Курносый. Ты просто гений. И туча не брызгает ещё дождём. А он во дворе. Не замёрз? Идём. И снова. Ступени, ступени, ступени. Под градом. Перила скользят, как ужи. На третьем чуть-чуть постоять, отдыхая. Алёшка, брось. Сиди. Не тужи. И снова ступени, как рубежи. Одна, вторая, одна, вторая. И так не день. И не месяц только. Так годы и годы. Не три, не пять. Трудно даже и сосчитать. При мне только десять. А после сколько? Дружба, как и видно, границ не знает. Всё так же упрямо стучат каблуки. Ступеньки, ступеньки, шаги, шаги. Одна, вторая. Одна, вторая. Ах, если вдруг сказочная рука Сложила бы все их разом, То лестница эта наверняка вершины Ушла бы за облака, Почти невидная глазом. И там, в космической вышине, Представьте хоть на немножко, С тросами спутников наравне, Стоял бы с товарищем на спине Хороший парень, Алёшка. Пускай не дарили ему цветов, И пусть не писали о нём в газете, Да он и не ждёт благодарных слов. Он просто на помощь Прийти готов, Если плохо тебе на свете. И если я слышу о дружбе твёрдой, О сердце мужественном и скромном, Я представляю Не профиль гордый, Не парус бедствия В вихре шторма. Я просто вижу Одно окошко В узорах пыли или мороза И рожеватого щуплого лёшку Простого наладчика С красной розы. Именно такой пронзительной лирикой Наполнен новый моноспектакль Владимира Глазунова «Осадов» Слепой поэт, который видел сердцем. Это история о драматичной судьбе поэта Сквозь призму исторических И литературных событий. О том, что помогло выстоять, Быть бесстрашным и честным В самых трагических обстоятельствах жизни. И, конечно, он о героическом подвиге поэта Во время Великой Отечественной войны. О травме головы, несовместимой с жизнью. О многочисленных поклонницах И предательстве любимой. О фантастической популярности И неприятии коллег. О ранней потере отца И смене фамилии. О детстве в Туркменистане И о последних днях В Одинцово под Москвой. Погружаясь в мир поэзии, Владимир Глазунов порой делает И для себя потрясающие открытия. Во-первых, поэзия вдохновляет Меня самого на творчество. Поэтому это безусловное открытие. Несмотря на то, что стихи я писал Только в юности, когда, ну знаете, Пора влюбленности, И всегда ты пишешь, рифмуешь Какие-то строки, То сейчас я вновь возвращаюсь Потихонечку к этому И начинаю понимать, Что самому мне тоже хочется Складывать слова в рифмы И писать стихи. Вот, пожалуй, это такое Одно из открытий, которые я сделал, Когда начал читать стихи. Второе, это, конечно, Момент воздействия поэзии на аудиторию. Я вижу своих зрителей, Слышу их, которые выходят После поэтических моноспектаклей, И понимаю, что они выходят Видоизмененными людьми совершенно. Кто-то признается в том, Что я помогаю им справиться С какими-то жизненными ситуациями. Кто-то подходит и говорит, Что вот мы хотели бы Лила уже разводиться, Будучи 30 лет в сопружеском браке, И вот сейчас решили разводиться. И благодаря одному Вашему стихотворению, Есть такое стихотворение Натальи Задорожной, Он хлопнул дверь, он называется, Мы остались вместе. Кто-то говорит, Вы спасли мне жизнь. Кто-то выражает еще Каким-то образом свои эмоции, И поэтому для меня Это вот такая тонкая, Очень красивая, Что называется, Мера воздействия на широкую аудиторию И возможность донести до нее то, Что сам чувствуешь и хочешь передать. И порой это чувствуют и зрители в зале, Находясь тоже. Но, быть может, Эти эмоции где-то глубоко скрыты, Стесняются выразить и так далее. Но когда ты находишься в темноте зала, Вжимаешься в это кресло И слушаешь вот эти вот пронизывающие, До боли знакомые тебе строки, Объясняющие твои чувства, То ты понимаешь, Что твои скорлупки, Немножечко внутренней души Приоткрываются в этот момент. И мужчины очень часто говорят, Что я не ожидал, Что на меня это такое воздействие произведет. Вы прорвали мою броню, Говорят мужики. Да, вот они приходят, В такой броне, В таком железобетоне, Пришли там поэтический вечер какой-то послушать, А выходят другими людьми. Женщины часто говорят, Что они жалеют, Что мужа не привели На эти поэтические моноспектакли, Поскольку и мужчине важно было сидеть рядом И слушать то, Что говорит этот человек со сцены. Поэтому для меня Вот это вот, пожалуй, Такие открытия. У человека есть жена, Он недоволен ей, Ему как будто бы нужна получше, Поумней. Но если Бога нет внутри, И в сердце пустота, Хоть всех вокруг перебери, Не та, не та, не та, не та. У человека есть страна, Он недоволен ей, Ему как будто бы нужна получше, Посильней. Но если Бога нет внутри, И в сердце пустота Все страны мира обойди Не та, не та, не та, не та У человека есть судьба Он недоволен ей Потери и за жизнь борьба Не все, как у людей Но если Бога нет внутри И в сердце пустота Все судьбы мира рассмотри Не та, не та, не та, не та Но если Божьи семена взошли, расцвели По нраву жизнь, друзья, страна И все края земли И прекращается борьба Хоть сотни лет живи Не воспрепятствует судьба Течению любви На этом наша программа подошла к концу Всего вам самого доброго И до нового встречи через неделю До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok